Филипп Янси Что делать с похотью? Я не смогла поступить в медицинский институт у себя дома в Испании и переехала в Бразилию, чтобы изучать медицину. Жизнь-то ли от дома, огромные учебные нагрузки и языковой барьер Неудивительно, что тот год стал для меня очень трудным. Получилось так, что я стала искать утешение в похоти. Бразильская культура пропитана сексом, и он стал для меня отдушиной. Похоть почти разрушила мою духовную жизнь. Я чувствовала себя полной неудачницей, неприспособленной к жизни в Бразилии. Казалось, все пути к Богу были закрыты. Думала, что теперь я нечиста изнутри и недостойна предстать перед Господом. Чувствовала себя обломком того человека, которым когда-то была. В конце концов, я решилась поделиться своей проблемой с другом-христианином. Он отнесся ко мне по-доброму, без осуждения, и заверил, что ни одной мне приходится сражаться с похотью. Он посоветовал читать 50-й псалом, чтобы понять, как обрести прощение и исцеление. И действительно, лучше 50-го псалма мне ничего бы не помогло. Псалмопевец просит Бога отвратить лицо от его грехов, а не от него самого. Читая эти стихи первый раз, я плакала от стыда. Думала, что Бог видит во мне одни лишь грехи. Я и сама себя чувствовала сплошным грехом, настолько безобразным, что Господь не станет смотреть на меня и не протянет мне своей руки. Потом я дошла до слов «Избавь меня от кровей Божьего, Божьего спасения моего». Я стала читать этот псалом как молитву, мою личную молитву. «Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня». Я старалась произносить этот псалом каждый день в тишине, как моление Богу. Я отсекла все, что порождало во мне похотливые мысли, попросила Бога послать мне друзей и начала изучение Библии в группе бразильцев. Одна девушка помолилась надо мной и обняла меня, сказала, что любит меня. Я поразилась. Как много может сделать христианское объятие? Оглядываясь, думаю, что моей главной проблемой было одиночество, а похоть — только ее проявлением. Не думаю, что когда-нибудь мне удастся полностью освободиться от похоти, но сейчас я свободна от дурных привычек и сладострасти. Сначала меня пугала мысль, что одиночество вернется, когда я освобожусь от сексуальных стремлений. Но это оказалось ложью. Сейчас я менее одинока, чем раньше. И что еще лучше? Я живу без постоянного чувства вины. Однако чувствую, что чем ближе я к вершине горы, тем больше опасность быть сбитой неожиданно упавшим сверху обломком скалы. Старая ложь может прокрасться обратно. Я чувствую себя абсолютно бессильной, и поэтому молю Бога поддерживать меня.